всем ребят привет и гостям подписчика канала поиск 63 руси сегодня у нас видео необычное нестандартное не о видеокопии а сегодня выход у нас на фестиваль фестиваль довольно таки интересный приятный тем что это исторический сегодня у нас день а попали мы на праздник тактамыш проводится он каждый год сожалению последние два года его не было но нового традиция возобновлены и сегодня хочу вам показать то что сегодня будет на празднике праздник просто шикарный мне такие мероприятия очень нравится тем что здесь исторические факты приведены причем настоящие а что именно я вам в процессе съемки буду рассказывать что где как почему и зачем вкратце в начале вступления это у нас фестиваль а тактамыш называется проводится он 18 июня связи с тем что здесь вот неподалеку было сражение а зал кланов кланов золотой орды это тактамыш и тамерлан что хочу вам сказать они оба у нас имеются ханами золотой орды и в конечном итоге когда тактамыш победил мама я тут произошла межусобица между кланами и стали делиться как говорится нынешние российские просторы вот вкратце что хочу сказать 18 июня проводится этот праздник связанный с тем что именно 18 июня 1391 году здесь произошло великое сражение с обоих сторон было где-то примерно по 200 250 тысяч войск и то есть грубо говоря в этих просторах состоялась битва полумиллионного войска а было это неподалеку от реки кондурча кондурча кстати с перевода является как кровавая или красная река но именно с того времени так и пошло название кондурча потому что битва проходила на реке рядом с рекой и река была улита просто красной кровью и связи с таким названием пошло нынешнее название ну а все остальное в процессе приехал я пораньше чтобы вам показать что здесь как и почему а сейчас спустимся вниз здесь очень хорошая система безопасности много сотрудников полиции здесь у нас и медпункты скорой помощи и пожарные в общем все службы здесь все хорошо организовано а сейчас я спущусь вниз пройдусь через металлодетекторы и пройдусь по торговым рядам и посмотрим что какие товары русского употребления нам хотят показать так что смотри не переключайся так ребят приехали мы пораньше на фестиваль специально чтобы заснять все без толкотни и всего прочего сейчас мы с вами пройдемся посмотрим как здесь у нас все обустроено побежимся по торговым маридам посмотрим что нам предлагают продажи сувениры и все все прочее ну в принципе все вы сами сейчас увидите наглядно покажу вам все что видно глазки так что вот так вот такая у нас сцена будет замечательно ребята разминаются разрабатывать голоса пальчики инструменты в общем в принципе начало я думаю скоро наступит люди подъезжают народу становится все больше и больше в итоге в итоге как я забегу вперед будет очень много народу а сейчас посмотрим приготовление различных народных конкурсов которые в старину у нас использовали наши предки как они развлекались свое время в данном случае это у нас будет здесь все рукопашные различного рода бои бои мягкие между прочим будут у нас мячи щиты чтобы не трагмировать и причем здесь будут различные конкурсы соревнования ребята что у нас на чё похож я так понимаю гончарка да не хочу при помощи его делали я говорю гончарка это другая гончарки у горна такой же принцип мехи сама чаша гончарки идет печка здесь нет здесь огонь я так понимаю да вы вручную будете сегодня кого дать вы тоже приходите обязательно коснетесь обязательно а когда будет сегодня ну не знаю пока вот сейчас настраивать мячи ковать будете да так процесс только мы еще вернемся данному экспонату и посмотрим его в работе ну вот мы подошли к торговым рядам и сейчас посмотрим что будут нам предлагать данные вот ряды все здесь у нас ручная работа резьба по дереву вот очень красивые вещи есть даже у нас матрешки это для у нас для ребятишек все из дерева оружие мечи как-никак фестиваль ну этот конечно странно предметы второй мировой в общем очень много товаров довольно таки интересных в основном все являются ручной работы именные иконки вот довольно таки интересный экземпляр здесь у нас имеется славянские обереги это мы раньше поклонялись богам руси солнце земли воды повороты различные обереги талисманы амулеты памятные вот у нас сувениры имеются города самары талисманчики различного рода в основном все связано с животными но есть и предметы которые символизируют различные доходы очень много предметов которые являются просто напросто безделушки но как говорится туристы и посетители фестивалей все гребут под одну гребенку как сороки здесь вот у нас такая вот древняя обувка новоделы лапти так называемые очень интересно я на раскопках иногда нахожу лапти бывает такое довольно таки интересно когда находишь целые экземпляры вот интересные такие здесь сувениры не пить а это пить это бросаешь к верху и думаешь что же делать пить или не пить очень большое количество различных вот таких вот безделушек довольно таки приятные как говорится на счастье много покупают таких вещей вот довольно таки интересный экземпляр такой довольно таки интересная надпись а с другой стороны смотрите полная задница повторюсь очень много изделий из дерева все в основном ручная работа даже вот такой вот такая обложка на паспорт тоже дерево но в основном посуда которая использовалась раньше на руси даже есть глиняная посуда вот очень похоже на старые образцы вот но в основном все какие-то изделия вымышленные но есть экземпляры которые похожи действительно нас старые которые использовались раньше на руси очень много продукции из бересты в частности вот такие вот лапти береста если кто не знает это обычная карат березы очень много всяких картин рукописные изделия в общем очень красивые предметы на торговых рядах лежат довольно таки интересно я думаю когда начнется фестиваль это все скупят очень очень быстро я думаю все экспонаты будут интересные вот они зачетные пивные кружечки из дерева довольно приятно из таких кружечек пивка потягивать на прилавках практически лежит все все что может используется в обиходе такая вот свистулька очень красивая на днях я сдал в музей очень древнюю свистульку вот если кому интересно можете зайти и посмотреть как я сдаю находки в музее очень большое количество экспонатов связано с христианством со староверами посуда глиняная много изделий из дерева все это ручная работа все это ценится потому что это ручной труд он в принципе тяжелый экспонаты практически экземпляров многие встречаются как не как ручной труд повторить одно другое практически невозможно есть даже при лавочке где здесь торгуют всякими сладостями а в частности вот татарская сладость чистая руссконародная игра объясните пожалуйста а я запишу для истории а то немногие знают вот эта игра тавлея называется здесь она имитирует сражение ну в данном случае взятие крепости князь на троне его свита защита окружения и викинги нападающие вот синие задача князя ввести в один из углов это замки ходить здесь можно по прямой только по прямой как ладья в шахмате рубится здесь значит предположим вот я сходил значит чтобы меня срубить необходимо меня зажать между двумя своими фишками соответственно срублено то есть князя чтобы срубить допустим на троне да необходимо его с четырех сторон окружить на троне если он рядом с троном с трех сторон то есть князь ходит не больше чем на три клеточки значит остальные фишки могут ходить не на неограниченное количество князь только максимум на три по прямой все вывести в принципе все вся игра да вся игра да ну когда начинаешь играть возникает много вопросов так в принципе все достаточно про разметка почему она именно такая разметка такая но были найдены доски в раскопках находили доски вот 9 на 9 шахматы как известно 8 на 8 здесь вот именно фишки находили тоже в итоге реконструировали вообще игре говорят то есть то есть рисунок доски это как бы не выдуманная как он да 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 то есть это реконструировано ну а смысл смысл вот кругляшков темных и светлых вы не в курсе да ну здесь смысл то есть это как центр данного размера именно так сделано здесь можно рисовать рисунок какой-то замок нарисовать это в принципе даже на самом деле задача ему что вот они крест на крест стоят здесь вот своя свита стоит таким образом а фишки в свое время были костяные да да фишки были костяные может быть камушки использовали цветные да ясно спасибо логично и и и и и и и и Ну, шашка симпатичная, кстати, только-то не настоящая, да? Ну, если заточите, будет настоящая. А зачем настоящая? Это уже будет холодное оружие. Это будет холодное оружие, я не согласен. По улицам ходить нельзя, но водить-то можно. И сколько такие? Они разные, а варенькие. По крайней мере, вот эта шашка. Такая стоит 12. 12? Отфотографируется может быть пахно? Да. Спасибо. И еще пахно, да? Ну, давай еще раз. Раньше чеканили. Сюда кладем монету, накрываем, ударяем. Получаем готовую монету. Это на Екатеринском дворе именно таким способом и делали монеты, что ли? Ну, да, только народ там, я думаю, был побольше. Ну, на Монетном дворе у Екатерины не особо мастеров было много. Ну, может, у нее была освояющая система, я думаю, что это, может, было в промышленных масштабах все-таки. А эти плашки вы меняете, да? Да. Ага. Крыши у нас самые разнообразные. А царская есть? Царской нету. Это уже фальшивомонечество будет. Согласен. Ну, а что, это, между прочим, дело. Могли бы и заниматься фальшивомонечеством. Не хочется проводить время в нескольких других условиях? Ну, хотя бы могли бы царские монеты как сувенирные делать. Я думаю, эти тоже как сувенирные. Ну, я бы, например, сувенирную взял бы, например, Елизавету или Екатерину. Но в данном случае мне вот такие как бы неинтересны. А если была бы царская империя, было бы интересно. Так что на будущее имейте в виду. Хорошо. А я узнаю эти работы. Вы, наверное, отсюда, да? Да, отсюда. А вы, по-моему... Александр, да. Монеты. Точно? Да, да, да. Да? Мир тесен, да? Вот видите, я вашу работу уже узнаю. Конечно. А больше такие никто и не делает. Да, нечасто. Сейчас вот как-то не воняется. Да, да, между прочим, дождь бувает. Обидно, конечно. Ничего страшного. Ну как, сейчас люди разбегутся по кустам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я не продаю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok но сегодня здесь будет у нас тохтамыш и здесь будет у нас различного рода конкурсы по удали здесь у нас будут выступать интересные будут соревнования и она уже скоро наступит потому что уже регистрация участников выступила, все желающие могут здесь вот записаться и кроме того побороться за главный приз в виде одного из топовых устройств одной известной яблочной компании то соответственно welcome на регистрацию и все сюда всего 20 минут осталось до начала официального открытия форта Буяна так что все быстрее сюда вот на этом поле будут проходить соревнования по удали, находчивости и смекалке здесь очень много всяких аксессуаров будут здесь и мечи и булавы и все-все-все-все довольно таки интересным будет здесь конкурс проходить ну а сейчас здесь приготовление уже к началу самого фестиваля буквально остались считанные минуты здесь вот у нас целая конструкция изготовлена по древним технологиям вот такого вот сооружения ну и здесь вот такие вот девушки красавицы это у нас наездницы здесь можно покататься можно ребятишек покатать и сегодня здесь будет тоже шоу именно на этих вот лошадках и с участием этих красавиц ну а сейчас посмотрим головные уборы нашей могучей России всех народов достаточно такие симпатичные у них были народные костюмы в данном случае головные уборы и здесь все народности как вы видите Белоруссия, Украина Таджикистан, Узбекистан в общем все-все-все народности довольно интересные и любопытные экспонаты высокие требования качества подготовки специалистов в плане формирования экологического мышления и все это один серьезный проект не может быть принят безвечем высокая плотность хозяйственной деятельности и вот как говорится антропологическое воздействие так все равно что не всегда природа в состоянии восстанавливаться и поэтому здесь нужно повысить всем этим процессом где-то я понимаю это настоящее и в этом плане приятно видеть настоящее а какой век? я точно не знаю скажем в общем я бы сказал тренировал наш шаг это прежде всего директор института я когда поехал домой посмотрю вот у нас приезжают ну дай я вот туда ну а теперь у нас народные забавы как раньше на Руси развлекались данный смысл этой забавы является как быстрее и находчивее нужно снять с соперника головной убор очень интересная забава была на Руси и таких вот забав очень много интересного жаль только они уже давно утрачены друзья мои уже этот взрослые богатыни появились идем на бой а сейчас забава бои на подушках частенько мы по детству развлекались бились такими подушками но это действительно пришло из древнего из древнего Руси такие забавы действительно забавляли на народных гуляниях как вы слышите действительно очень много смеха радости присутствующих итак друзья наступил тот момент когда начинается фестиваль и и начинается с песен с гулян сейчас люди все приезжают и приезжают потому что фестиваль только начинается будет он длится до самого вечера так что будем ждать конца вечера потому что в конце в самом конце будет очень шикарное шоу шоу наездниц затем в конце сам бой бой тохтамыша и Тамерлана так что смотрим и ждем но думаю это будет уже во второй части так что надеюсь первая часть вам понравилась и будете до ожидания второго выпуска ну а во втором выпуске смотрите я вам покажу кое-какие фрагменты довольно таки интересные так что не пропускаем út все вы чувствуете кое-какие фрагменты офис Субтитры сделал DimaTorzok